Игра выдалась, конечно, интересной. Веселая игра, я бы так сказал. Обе команды хотели победить. Но если говорить про результат, то по количеству созданных моментов опасных, я думаю, мы превзошли Брест. Но в футболе считаются голы, а не созданные моменты. Поэтому результат закономерен. Спасибо, ваши вопросы. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у Лес-Кандинавы сегодня была поддержка очень решительная. Вообще видно, что, по сути, дома играли как-то вы. Вы знаете, мы, как-то сказать, уже не привыкли играть. Мы не знаем, где даже наш стадион родной. Почему? Потому что сегодня приехали. А здесь я не знаю, что ли конница Буденова здесь проскакала по полю или что. Но для нас там было вообще нонсенс. Я вышел на поле, а поле не узнал. Да, стадион-то Динамо. Но это не наш стадион. И нам тоже, например, как-то, ну, даже перед соперником обидно, что такое поле. Но это не наша проблема. Мы арендуем это поле. Хотя оно динамовское. Мы никак не можем повлиять, что здесь происходит. Конечно, для футбола, ну, поле, было бы, я считаю, что другого качества поля, я думаю, что и игра была бы более качественной, и больше болельщикам понравился. А так, было много борьбы. Игра держала постоянно напряжение. И я благодарен ребятам, что они при всех вот этих делах, что там этот круг, что там допускал. Когда игроку разбивают нос, потом бьют в этот, и резервный орбит говорит, что чистая желтая карточка он не показывает. Как это может? Чистая желтая карточка. Удар идет в лицо кулаком специально. Ему подсказывают резервный, что да, было нарушение, а он на это не реагирует. Я думаю, что круг не играл в футбол. Иначе он бы знал, что такое локтем в лицо получать. Но их же нельзя трогать. Хотелось бы. Пожалуйста, наш вопрос. Прилучит ли он, Сергей Витальевич, многие специалисты видели перед этим матчем фабрируетом все-таки Бреско и Динамо. Было ли это для вас дополнительной мотивацией? Ну, если вы специалистом называете человека, который никого не тренировал, а только потренировал, то это он для меня не специалист. А я считаю, что две хорошие команды, хороший подбор игроков, как и у Бреса, так и у нас. И по мне результат закономерен. Немного. Согласитесь, что в Витебске будет важнейшая игра сезона? Все игры важны. Все игры важны. И у Витебска сложные матчи будут. Поэтому, вы видите, мы тоже потеряли очки с Минска. Я думаю, что ни одной нет команды, с кем можно просто так взять три очка. Все надо через... на максимальных оборотах тогда получится. Поэтому я не загадываю. Идем от игры к игре. Сейчас очень сложных. Вот еще два матча будет. И где ты найдешь, где потеряешь, никто не знает. Максим Жаньярчик давно не играл, но сегодня, как оказалось, проявился довольно добротно. Может ли это выступление увеличить его игровое время? И вот последний вопрос, зачем вы поменяли его в концовке на Шитово? В концовке, во-первых, я увидел, что Брест стал бить больше вперед и рассчитывать именно на скорость нападающих. То есть образовались пространства за нашей. Понятно, что мы тоже хотели победить, мы стали раскрываться. Поэтому мне нужен был Шева. А Игоря Шитова я поднял вверх, потому что он лучше готов функционально. И тоже рассчитывал на него, что может где-то больше в атаку сработает. Плюс он был более свежий, чем Макс, потому что он все-таки играл в защите. Но я Максом доволен. Он провел, правильно вы сказали, хороший добротный матч. Но это опытный футболист, который... Он так и должен был. А то, что он отыграл всю игру, это значит, говорит о его профессионализме, что он хорошо готовился, хорошо тренировался. И у него ни ноги не свело, ничего. Он везде успевал. Молодец. Пожалуйста, Папсомоль. Клювина, Папсомольская правда, показалось, что хотели заменить Копленко на Курзу на еще то голо. Может, немножко не повезло, что раньше замена это не прошла? Нет, мы не успели. Причем меня вполне устраивало, как играл Копленко вместе с Яхо в этой позиции. Копленко тоже не было так давно, у него такой полноценной игровой практики. Плюс очень поле специфическое. И у него стало сводить ноги. Да, можно сказать, но этот гол он пришел не по вине того, что Копленко играл или кто-то другой играл. С течением обстоятельств. На самом деле, в первую атаку вам что-то очень активно высказывал Фомие. Стрибут был непонятный, все-таки расстояние большое. Может быть, вы к вам не читали? Не, все, что он говорил, он все говорил на родном своем языке. Причем, почему-то я его знал. Следующий вознос. Сегодняшняя потеря очков оставляет Динамо шансы бороться за сам Руза Киристана? Почему оставляет, не оставляет шансов? Еще пять туров, правильно я говорю? Мы играем с конкурентами, с прямыми, с Витебском. Сложный матч, сложнейший матч будет в Жодино. И я считаю, что у кого окажется более длинная скамейка, кто будет более подготовлен в этих матчах, те и наберут очки. Вот, поэтому, сколько мы получается, три очка от Витебска, вот, и два очка от Шахты, от Шахты 52, ну, два и три очка, ребята, ну, что еще, еще пять туров, это очень много.